День добрый, друзья! Я Владимир Олеников, писатель, режиссер. Принимаю участие в этом флешмобе в память о своих родителях, в память и благодарность всем мертвым и живым, соприкоснувшимся с войной и победившим в ней. Я прочту вам стихотворение одного из своих любимых поэтов, поэта-фронтовика Давида Самойлова, с которым мне посчастливилось быть знакомым. И, в частности, именно он, Давид Самойлов, когда-то рекомендовал меня, 18-летнего поэта-переводчика в Союз писателей. Итак, Давид Самойлов, старик-державин. Рукоположения в поэты мы не знали. И старик-державин нас не заметил, не благословил. В эту пору мы держали оборону под деревней Лодвой. На земле холодной и болотной, с пулеметом я лежал своим. Это не для самооправдания. Мы в тот день ходили на задания, а потом в блиндаж залезли спать. А старик-державин, думая о смерти, ночь не спал и бормотал. Вот, черти, некому и лиру передать. А ему советовали, некому, лучше передайте лиру некоему малому способному, А эти, может, все убиты, наповал. Но старик-державин, воровато, Руки прятал, рукава-халата, Только лиру не передавал. Он, старик, скучал, Пасьянса раскладывал, Что-то молча про себя загадывал, Все занятия по его годам, По ночам бродил своей мурмолочке, Замерзал и бормотал. Нет, сволочи, Пусть пылиться лучше не отдал. Был старик-державин, Ростец и скарит, И в чинах, Но разумом велик. Знал, что лиру запросто Не дарят. Вот какой державин был старик. Спасибо.